девчата всем привет еще раз кривой репортаж искренне ваш с вами решила видео мукбанга разбить на две части почему потому что и так долго чтобы вас не напрягать вот еще старая часть опять мы завтракаем до этого в первой части мукбанга я съела яйцо пол яйца и рассказал историю про трусы вот если вам интересно смотрите чуть ранее интересно или рассказ про трусы да вам решать интересно мне было ржачно в общем я не знаю как вам дальше а теперь будем читать комментарии и продолжать есть кофе еще не остыл у меня там еще кофе есть если чуя прав турки подогрев моя любимая еда яйца и кофе с молоком ну естественно хлеб с носом так чем дальше дальше про комментарии много всяких вопросов и много всяких дискуссий есть на чем поржать и есть чем вспомнить давайте с ютуба начнем причем потому что мне как-то поменьше читаю с youtube комментарий порежу причем потому что у нас основной дзен канал и в основном девчата переходите к нам на дзен если вы хотите получать ответы своевременные потому что на ю тубе у меня и бывает что теряются комментарии хотя там принципе больше комментариев и больше подписчиков два раза до с половиной в три раза наверно даже уже но если вы не хотите нас потерять и подписывайтесь на дзен канал тоже кривой репортаж бывает оставляю ссылку бывает забываю но название такой же найдете итак комментарии заходим мой канал кривой репортаж вот так выглядит наш канал на ю тубе вот он кривой репортаж и поехали значит под каким бы видео почитать комментарии чаще выберу под мукбангом давайте почитаем нас обычно тут много комментариев под мукбангом бывает еще два телефона забываю где чё громкость на какой чая в это включаю так уйдись хорошие комментарии вот под мукбангом где мы снимали о чем это просто ели болтали вот как обычно вот сейчас будем читать девчонки вот пишут наши друзья доброго дня рада что вам понравилось понравилось какао да какао вы нам подарили шикарное из турции привезли большое вам спасибо будем искать в москве возможно у нас такой продается любим любим вас и любим какао девочка лена пишет нам два дня назад очень приятные неожиданные комментарии почему приятно потому что вообще приятный ну а неожиданный потому что мы честно говоря мы были рады получить такой комментарий он реально был неожиданный в том плане что ну человек двух словах описала то что чувствует это это очень вот эта краткость она очень ценна вот я сама бывает что лью воду и его за мной такое есть но это принципе для блогера это нормально потому что языком чесать тогда вы какие-то нормальные что сейчас редкость достойны спокойно самодостаточной молодцы прям большое спасибо вот реально очень приятно получать такие вещи отзывы очень приятный мисс смит очень приятные люди привет вам с украины украина большой большой вам привет а почему пауза не все можно сказать милые простые добрые люди вам тоже большой привет вам вам тоже большой привет приятного аппетита нам желает гурмета диари да правильно я прочитал ник я просто извините если немножко ошиблась так дальше ирина лунова хорошего дня спасибо привет спасибо за видео с вами хорошо это пишет нам девочка с ником прекрасная жизнь большое спасибо с вами тоже очень хорошо и ник вас светлый пчел 016 это наверное бот пишет под каждым видео и скорее всего это но либо это вот да либо это совсем какой-то молодой парень который привлекает внимание к своему каналу и он скорее всего какой-то игры игрушки игровой канал потому что пишет какой-то фигню всякую там типа хороший контент продолжает он в том же духе это нормальные до комментарии но даже лайком поставлю пусть порадуется немножко но обычно пишет там типа увеличь разрешение видео классно залил играть дальше ну то есть как бы вот человек пишет видео не смотрел на просто пишет комментарии так дальше какие комментарии вот банк сырниками у нас был тут тоже по моему много комментариев или нет сейчас посмотрим здесь тоже очень хорошие комит быстренько сейчас вот так пробежимся у нас появился девочка подписчица недавно вот вот белка это у нас постоянный комментатор очень давно очень давно с нами хорошие спасибо такие добрые комментарии белка всегда пишет здорово и всегда очень такой приятный позитивный человек пишет доброе утро дорогие блогеры люблю ваш канал и его концепцию у вас тоже любим спасибо веры и вот недавно девочка появилась творог на холестерин никак не влияет очень полезный продукт а грейпфруктик вообще грей у меня бабушка говорила на грейпфрут грэмпру вообще отлично также как и рыбный супчик да спасибо алла г привет девчули хорошего вас канал настоящий подписался спасибо большое спасибо так а где же вот этот вот смак вот этот вот сейчас сейчас мы найдем найдем сейчас найдем причем она знаете у нас девчата бывает что пишут предположим под комментариями где грех под видео где вообще нету мукбанга пишут про мукбанг и общем ну вот я еще у нас что-то блин нету вот хейтеров то а вот ну ладно читаем все подряд да ну так вот у нас мало хейтеров поэтому я читаю вот этих хейтеров но просто поржать чисто здравствуйте девочки все ничего но терпеть не могу когда машине едят и пьют что-либо машине должно быть чисто аккуратно ем шаурму пьем кофе возле машины абсолютно с вами согласны абсолютно с вами согласна но бывает так что мы ведем себя как свинарики свинарики мы как-то вот бывает что и где-то крошка у нас упадет со стола и где-то вот бывает с утра тороплюсь на работу бываешь ли чашку не помою поставлю просто в мойку и бегу на работу потому что ну нет времени вера ли пишет вегетарианская шаурма тоже очень вкусная в нее кладут много овощей соуса и зелени а домашний вообще супер как сохранять такие хорошие фигуры девочки делиться секретом ну тут все просто в марке глисты а у меня просто а я не знаю я я кстати не худая ни фига так дальше чем сейчас все 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 найду не подготовлена не подготовлена села тут вообще не подготовлена так попробуем тогда по-другому найти попробуем через просто комментарии зайти через личный кабинет сейчас выгрузится я посмотрим никита пик успешно дамы ели больше больше должен быть красный а тут похоже на щи и тут марик и ела ела борщ знаете девчат все зависит от того что многие для того чтобы сохранить вот меня . например чтобы сохранить цвет борща добавляет уксус я уксусом не пользуюсь я добавляю лимонный сок то есть я прям от лимон беру и выжимаю в борщ вот я готовлю так сейчас опять же у меня у меня свой клин вот вот по поводу того что я бывает ем вообще пищу которую ну как бы она такая знаете не спортивная бывает что меня переклинивает я готовлю только по фэн-шую только вообще без масла бывает готовлю но в общем так как готовил тогда когда занимался сплотную фитнесом бодифитнес ну то есть я силовые тренировки меня были скажем так фитнес тренировки я строила свое тело я ела очень избирательно очень и вот с этого момента видно знаете как вот собака павлова реагирует на лампочку я также реагирую на состав продуктов которые у нас дома есть иногда ездим все подряд как бы абсолютной фиксации на составе еды сейчас у нас нету дальше что прекрасная жизнь девчонки спасибо за видео телеграм у вас есть хочу в личку написать телеграм есть у меня есть телеграм с моими работами эпокси и девайс называется ну либо ну конечно есть личные телеграмы вот как мне не потерять этот комментарий давайте я в каком-нибудь из видео оставлю ссылку на на телеграм на свой если если интересно умеете ли грамм естественно не коммерческий марки тоже не коммерческим марки и телеграм и давать не буду потому что банковский работник там только по делу не в телеграме а у меня всякие разные каналы то есть как бы я читаю новостные каналы я читаю каналы ремесленные в общем у меня там такая всякая шелуха вот прекрасная жизнь пишут полезная информация я своим сотрудникам делаю бесплатно 3 ндфл за покупку жилья за обучение детей за лечение все получают ну то есть но как это это любой любой скажем так хозяин фирмы он и так бесплатно нормально справка выписка на и так делается бесплатно но вообще вот эту справку можно на госуслугах и так получить без проблем можно на госуслугах а в приложении мой налог она вообще закреплена каждый год она сама по себе появляется автоматически вот но прекрасной жизни вам хочу сказать большое вам спасибо что вы идете на встречу сотрудникам и делаете все быстро и качественно это ну во первых это ваша конечно же обязанность но бывает что волокиты и в общем не всегда особенно провинции если там такие волокиты с бумагами это жуть какая-то даже у нас подмосковье намного отличается бюрократии от москвы вообще какую-то справку надо походить если предположим москве мы можем электронно взять то подмосковь бывает что и надо в возможном виде брать так сейчас будет гордыня я ругаюсь на них когда они пытаются мне принести подарок терпеть не могу мне это ничего не стоит почему я должна брать барыши гордыня при я думаю что гордыни при это греет прекрасная жизнь если отказываются от подарков я вам в личку скинул адрес пожалуйста все от чего они отказались присылайте нам так дальше чайхана она парах фараха вода или фараховы как правильно спрашивает вы пара арина простите арина фарахов спрашиваю пара арина мы о свете последний а скажем так последних веяний цензуры и курса нашей страны мы не отвечаем такие комментарии мы стараемся мы стараемся не комментировать но понимаете так светлана светлана сэ так ощущение что как вагоне пакета шуршание поедание много посторонних звуков стучаний надо хорошую камеру с микрофоном отличным согласно купили микрофон поставили девчата жалуются что как в трубе звук хотя микрофон не дешевый но очень фиг с ним разговариваем так так дальше ну пчел опять пишет фиг с ним всякую но этот бот так вот с этим все так время салфетки сейчас девчата возьму сок потек что-то я не могу найдет эти критерские комментарии на это я очень не запомнил я расскажу там короче девочка пишет его ой блин я смотрю ваш канал вы скучная вы каждые дети яйца и типа он на ю тубе было ну и типа того что ваша мама вами бы не гордилась по поводу и что ли вождение яйца едим или чё я чего-то прикол не поняла вот и пишет что типа ну блин типа снимайте для себя зачем вам это надо снимаете для себя не позорьтесь хотим снимаем хотим выкладываем в принципе как я хочу сказать что это колхоз дело добровольное это это не работа этого часть жизни включили камеру и болтаем что нам дает блок и блока во первых у на джене у нас включена монетизация вот если 24 рубля там получил на ю тубе для души у нас канал не монетизировал мы не успели подключить монетизацию досуг за кстати говоря не стремились я в этом плане забиваю на монетизацию потому что это не доход а у нас мы работаем мы зарабатываем абсолютно хорошие деньги и для нас это просто отдушина болтаем хотя нам люди бывают и донатят я всегда говорю что вот донаты приходят большое спасибо никогда не отказываемся все донаты мы честно используем на бензин то есть мы заправляем машину едем что-то снимать какие-то интересные места которые мы считаем что они интересные они действительно заходят люди смотрят на нас и смотрят ну как экскурсия значит потом у нас благодаря youtube и благодаря джену у нас появились люди которые нам близки по интересам абсолютно взрослые замечательные люди у нас сначала мы просто приятельствовали сейчас статус друзей наверное перешли вышли на новые отношения в плане мы с людьми общаемся лично мы познакомились были наши подписчики встретились поговорили и поняли что нам интересно нам интересно что-то обсуждать мы абсолютно на одной волне мы ровесники и в общем несмотря на всю занятость их и несмотря на всю занятость нашу очень редко но к сожалению редко но жизнь такая видимся редко но продуктивно встречаемся люди добрые хорошие замечательные схожи по интересам с нами благодаря опять же каналу мы узнали что нас смотрят наши подписчики и хорошие люди тоже скажем так из нашего квартала то есть у нас есть молодой человек который нас постоянно смотрит ну я считаю что я же всех до 70 лет считаю молодыми людьми а этот парень у наверно я не знаю но он моложе нас может быть даже лет на 10 моложе на постоянно смотрит и вот дружит с маленькой вот они встречаются просто сталкиваются там заправки там еще где-то вот и болтают приятный хороший парень опять же кладезь советов от подписчиков вот вы что-то там показывает вот лучше вот это попробуй вот это попробуй и я честно говорю что те советы которые актуальны я пользуюсь и ставлю себе заметочку и в общем то и бывает что даже скринь и какие-то рецепты и пользуюсь да и покупаю даже вот на цене нам девчонки выкладывают почему говорю на цене мы же на цене в основном скажем так с комментариями работаем да девчонки выкладывают какие-то продукты там или совет магазин мы идем покупаем сильно но не промахиваемся по рекомендациям очень качественно и вкусно получается ну вот короче комбинатор же пишет и типа ваша мама бы не гордилась вами за то что вы выкладываете видео на youtube и на все такое я могу сказать что те люди которые гордятся своей блогерской деятельностью именно как непознавательная вот как мы лайв-канал это странно потому что просто жить есть и показывается но какие-то свои экскурсии ну как тут может быть предмет гордости нет это было странно если бы этим можно было гордиться да но это как-то ну то же самое что гордиться что у тебя глаза паре да но нет я вам могу сказать что моя мама мной гордиться это правда и мама говорит что я у нее ну как и как и как и любой ребенок у каждой мамы хорошая дочь хороший сын там не знаю и все мама гордиться мной совершенно потому что у меня ну как совершенно другими вещами вот мама меня очень любит и она знает что у нас блог она знает но ей просто не интересно меня мама счастливый человек у меня мама в свои 74 года она не провисает на интернет каналах она не провисает абсолютно они смотрят эти блоги-влоги потому что у нее дача это летом зимой у меня какие-то закупки опять же для дачи у нее зимой прогулки на улице у нее зимой какие-то свои мероприятия то есть человек очень активен человек живет полной жизнью и человек не тратит свое время на просиживание на диване пропукивание вот смотрение телевизоров сериалов и не если снял который она смотрела от корки до корки несколько раз это этот про сулеймана султана как он называется великолепный век например фанате и там даже вот когда мы в турцию ездили она просилась на экскурсию этого дворца сулеймана вот и как бы тут человек вполне знает и вполне адекватен и вполне понимает потом дальше значит по поводу вот блога и моя семья у меня семья смотрит у меня здесь смотрит наши блоги у меня дочка посмотрит но опять же время от времени эпизодически то есть мы для них не звезда они смотрят нас сейчас на цен комментарий зайду они смотрят настолько по той простой причине что иногда почему бы и нет взять фону включает едет машине куда далеко поездка дальняя например за город включает и просто слушать чем и брови ну и дочка естественно но с ребенком тоже фоном там что-то там кормит там еще что-то делать убирается включает и тоже смотрит нас не как она интересует спрашивает как у тебя дела как подписчики то есть она как бы ну я что-то я не вижу честно говоря какого-то криминала в том что мы делаем что-то постыдного скажем так мы пиписка не показываем и не учим как мы не инфо цыгане мы не учим как выйти замуж за богатых мужиков и как бы что такого вот у нас тут на дзене сейчас кофейку еще поставлю то значит очень активный наш комментатор говорит девочка даже ушла людмила наша рестница она значит ушла с ютуба практически с наших комментариев она на дзене правильно делает потому что на дзене мы всегда как бы мы всегда на связи очень активно часто комментирует пишет очень интересные комментарии и она пишет познавать а пишет развернутые комментарии прямо читаешь как рассказики вот посоветовала сходить под последними видео сходить на мосфильм на экскурсию там много старых машин у нас видео на дзене было как мы случайно нашли на стоянке старой машины просто спускали с паркинга сверху вниз и увидели но такие раритеты динозавры вот и говорит вам понравится если не были нет не были и она штатах живет она говорит у нас сша люди очень любят старые машины холит лелеют выезжают по выходным я тоже люблю старые машины я вообще люблю ретро стиль мне нравится стиль пинап и нравится лофт и нравится стиля 50 60-х годов ссср у меня определенной коллекции фарфора тоже вот старых лет девятнадцатого века но я так думаю что если бы не вот этот кусочек жизни как интернет я думаю что мне было очень гармонично жить 1950 60-х годов это вот наверное когда женщины носили красивые шляпки когда мужчины носили строгие костюм лаковые чистые ботинки когда я не знаю вот старые большие авто с небольшими диванами вместо отдельных кресел на переднем сиденье не вот нравится это марика наш постоянный подписчик желает счастья малышки спасибо вам большое это прямо душе девочка тоже с нами постоянно была на ю тубе сейчас вот на цене с нами опять людмила комментирует вы не раздумали ехать в крым в этом году связи с последними событиями я бы в грузию съездила или дагестан по поводу грузии на машине мы не бы не поехали и в грузии ценовая политика там достаточно дороговато сейчас и грузия вообще было как экскурсионка достаточно дорогая там сном были гастротуры хотелось бы но пока сейчас у нас же и малышка и у нас планы поменять машину поэтому пока финансово мы не можем себе это позволить вот в дагестан по поводу дагестана мы не рассматривали для себя такой возможности там безумно красиво но я даже не знаю почему честно люд я не знаю почему мы не думали о дагестане может быть на следующий год подумай мой я допускаю да там вот у нас как раз парень с работы летит дагестан ему вышел вышла значит он купил тур почему дикарем почему тур он любит насыщенную программу его как-то море спокойно любит всякие каньоны горы и каждый день они будут перемещаться он с девочкой своей летит начальник какие-то рафтинге каякинги там горы лазит там еще что то в общем их получается с проживанием на неделю человека по 60 тысяч там насыщенная программа это без питания то есть там жилье и будут перемещать вот прям каждое каждые сутки перемещать по разным короче с рюкзаком все все всю неделю это проведут значит по 120 тысяч значит 120 тысяч только вот жилье плюс они жилье и экскурсии а плюс значит они потратили сколько мне димка говорит сейчас сейчас скажу прямо по моему 20000 или 18 туда обратно самолетом двоих это уже 140 тысяч чет у него вышел тура на двоих 160 тысяч он говорит еще в махачкале они два дня дополнительно сняли квартиру квартиры там стоит в центре города три с половиной тысячи сутки это уже 7000 они просто взяли дополнительно к туру чтобы погулять город посмотреть вот значит ну и питание плюс и в отпуске он говорит если не хочу ни в чем отказывать но это правильно там хочу шашлык хочу там хочу то я буду есть логично вот что еще ну вот вот короче вот такие вот цены да мы сами я не знаю девчат я в крым наверно но мне наверно понадобится в прошлом году девчат мы значит на двоих на неделю должна 5 дней у нас был очень короткий отпуск у нас не совпадение отпуском было им у нас получилось то ли 75 то ли 80 тысяч на двоих мы потратили на пять дней ну считай на неделю потому что дорога учитывая что мы туда-сюда на машине передвигались бензин в пути ели мылись там и общем вот такие вот знаете какие-то расходы привезли обратно 5 баллонов 5 литровых масла кубанского очень вкусное подсолнечное всем раздали всем кого можно в этом году опять повезем это прям у нам есть кому подарить ей на работе там хотела девчонкам подарить и нашим девчонкам друзьям в общем родителям там а сейчас семья то большая сейчас же это да и родителям мужа подарите и маме моей там и маленький родителям в общем короче вот в этом году в этом году наверное возьмем за расчетов два раза больше и плюс еще немножко потому что не знаем ценовую политику люд но и по поводу вопроса не боимся ли мы в крым здесь последним событиями дарит не боимся если что-то от судьбы не уйдешь но бог настолько нас любит и бережет что ничего с нами не случится так дальше вот это вот прикольно это под старым видео из крыма как раз вот у нас был видео называл назывался пожирайте шурпы это мы ходили в татарское кафе в крыму там очень много таких вот заведений которые держат вот именно татары или очень вкусная еда я к этому как-то вот мы почему ходим в узбекские вот эти вот кафешки москве марик очень любит эту еду я к этой еде не то что равнодушно не нравится там плов а так то я спокойно отношусь но у марики видно корни она любит и почему бы не сходить да не почему бы не покушать вот и тут евгений пишет комментарии значит вот когда мы ходили в том представляете год назад это видео видно крутится иногда рекомендуется и вот наш подписчик пишет непосредственно с марико прежде чем решать вопросы таким юристом его надо сначала накормить да 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 на сытый желудок она решается легче конечно марика пишет века я в домашних видео пару раз увидела ваш старшир из фары выглядит здорово жаль жаль что вы не рассказали до конца как его делали маленькая торшер вот этот торшер мы купили вот этот и еще такой же второй у нас стоит в зоне гостиной это покупной торшеру он стоит около я не помню около четырех что тысяч валеруа 3600 или сколько-то это готовый тот торшер мы не доделали у меня причина в чем я его не доделал я не могу подобрать штатив я хотела штатив ну то есть вот нож когда вот эта ножка такая я хотела как вы найдете тренога вот хотела именно такой и я пока я ловлю эти объявления на авито я не вижу ничего подходящего я хотела от старого фотоаппарата примерно девятисотых годов ну то есть раритет антиквариат я хотела вот именно вот чтобы у меня был аутентичным полностью чтобы у меня от мотоцикла урал это пара была старая и плюс вот такой штатив вот именно старый я пока не могу его найти доделать вот у меня вот проблема в том что надо ножку как говорится вот ножку и там буквально вставить электрику и покрасить автомобильной краской и он не готов я его же обшелушила как бы его вот вот это вот вот типа такого фара только у меня там спидометром вот или как он тахометр как он правильно называется люди знающие подскажут вот пока не доделал к сожалению вот и далее евгений федосеев пишет такое сочетание необычно это вот к видео о том как я на тропе шла и снимала зелень вокруг современной строгая стильной архитектуры если не трудно расскажите какие коммунальные платежи в вашем доме сколько платите но вот у нас очень много у нас же вот этот вот дом типа считается как повышенной комфортности и он там очень много там всяких насадок прибабахов присадок то что мы платим дополнительно коммунальным платежам это там за охрану территории платим за предположим но вот сейчас должны ввести вот охранников все за камеры дополнительные там какие-то вот эти вот все входят платежи там за что мы еще платим всякие вот много очень как это называется за общее пользование вот эти вот даже везде свет горит там вот какие-то идет светильники там что-то непонятно я считаю что даже можно было половину включить нафиг оно не надо в общем горит там ночью например какие-то клумбы освещаются они тоже нафиг не нужны там где-то что-то вот мы за это очень много платим и вообще коммуналка в подмосковье выше чем в москве парадоксально но москва дешевле в плане коммуналки за вот эту квартиру не последний счет пришел за 40 метров учитывая что нас дома практически не бывает утром и вечером ну стиралка у нас часто включена потому что вдвоем а вещей почему-то получается как бы мы стираем достаточно много у нас получается а я знаю почему потому что марика меняет каждый день офисные рубашки у нас без конца машинка крутится чтобы рубашки были свежие у нас у нее где-то около 12 15 рубашек всяких разных но она любит что все было свежее вот чтоб все рубашки висели прям свеженькие кругом вот последний счет я считаю что немного даже пришло около 6 470 вот последние последняя коммуналка за 40 метров вот за этим марика еще не живет в своей квартире там идет ремонт там 7-8 тысяч получается за двушку 50 у нее 56 что ли метров по моему или 54 ну где так вот 56 по моему вот вот это 40 метров квартиры 40 запятая пять десяток сорок с половиной метров однушка зимой выходит около 7000 но я считаю что дофигище потому что например вот в москве у дочери от еще рублей больше живут и постоянно кондиционеры там все как бы не не электричество дороже но но не важно в общем короче в москве примерно двушка стоит также как по коммуналке как однушка в этом доме повышенной комфортности не дешевая коммуналка не дешевая но опять же блага цивилизации у нас тут и лопомойки всякие там и колясочные есть и чё там у нас чухолы большие просторные кругом зеркала шмаркала всякие вот эти вот пусть там что-то где-то облуплено но сам по себе дом красивый ничего не могу сказать планировки хорошие ну в принципе как во всех новостройках есть какие-то минусы какие-то плюсы хороший комментарий дальше опять от евгения какие вы умные интеллигентные люди приятно я прям подряд читать еще приятное общение по поводу мигрантов конечно тенденцию настораживает это как раньше были рынки с китайскими продавцами они плохо разговаривали по-русски отношение к ним было не очень а сейчас что мы работаем на них они наши хозяева мы продавцы у них я имею ввиду в общем по стране да такая тенденция есть это наверное зависит от личных качеств как вот люди могут интегрироваться в чужие страны вот в принципе люди азиаты они прямо они идти на цепки и вот если раньше например тенденции 20 лет назад они были дворниками то сейчас они в банках занимают высокие должности вот тогда вот люди вот так умеют вот это нам минус или им плюс это уже тут как но у нас например и к сожалению вот люди мигранты которые приезжают сюда строить квартиры дома это к чему идет к ухудшению вот наш личный опыт это ухудшение качество застройки потому что они не профессиональные строители и цепляются за любую работу зарабатывать деньги отсылают к себе домой вот и еще очень очень большой главный аспекта преступность у нас повышается преступность в основном за счет эмигрантов я не боюсь этого сказать и не в укор не в обиду людям которые смотрят нас из других братских республик я считаю броски то что люди все равны я никого не делю но к сожалению сожалению преступность у нас повышается очень большом проценте за счет людей которые приезжают из азиатских стран вот из средней азии ну вот так реальность просто говорю о реальности так людмила огуренкова дает очень хороший совет по поводу нашей темной сантехники она говорит вот капли я помните я жаловалась что капли остается на сантехнике потому что ну вот матовая поверхность на кранах она прямо для любой капли видно она говорит людмила говорит что жесткая вода и попробуйте протирать краны подсолнечным маслом потом дайте постоять и разотрите хлопковой тканью реально работает но видимо знаете как обалакивает пленкой просто капли стекают и не остается следов спасибо попробуем по поводу значит тут она пишет свои предпочтения еще по поводу раковин вот снимали когда на строительном рынке там в общем людмила говорит что какие-то раковины ей нравятся какие-то нет и она хочет заменить сушилку вот как у нас посуду сушится здесь до ставить шкафу она хочет заменить пространством зоне вот руки до опущенной руки пришла к выводу что если будем делать ремонт я буду использовать все то что будет легко мыть и трудно убить ну да хочет чтобы вот и занимала как можно как можно меньше времени мы тоже этого хотим посмотрим татьяна гор тоже постоянно девочка наш комментатор пишет в лифте дискомфортно их ездить со стервозной начальницей думаешь какой сегодня гадость придумает кто на глаза попался то получил вот в марике было предыдущим вместе работа такая же то есть отношение к сотрудникам зависело на сто процентов от гормонов и от пмс дальше инкогнито 40704 постоянная подписчица большое спасибо пишет простите меня но я не понимаю кто передо мной мужчина или женщина здесь марика сейчас видео марика мы давно рассказывали о ситуации что многие вещи мы просто не можем сейчас озвучивать видео поэтому будем закрывать этот вопрос хочется рассказать но мы не можем себе этого позволить так елена с клубничкой тоже наш постоянный подписчик дает прекрасные советы на тут она пишет про капусту маринованную или квашную я не я я не открываю видео я просто не помню к чему этот был комментарий тоже достаточно не свежий комментарий поэтому я не помню что мы обсуждали вот она пишет через супер получились тушеные с колбасками это наверно капуста да и крючкой пива тоже вкусно было бы да да ну мы делимся с девчонками всякими советами предпочтениями я говорил что я просто квашную капусту очень люблю и часто она бывает на столе зимой и летом девчат на болтал 38 минут но ничего страшного да людмила опять пишет у меня нет балкона естественно есть терраса открытая своими руками делаете делала делали а ваш балкон нравится я бы на балконе сделала позвону релакса они хранилище абсолютно с вами согласна у нас маленький балкон у нас там сушка для белья стоит и все практически бы что ничего нету вот вот елена с клубничкой пишет люпин кормовая культура спасибо за подсказку я не знал но цветы прямо офигенно красивые у нас около дома видим раньше это был были колхозные поля и его сеяли на корм скоту а вообще осторожнее клещи хорошо будем осторожнее ася ася вам привет постоянных подписчик вот про жизнь что-то пишет да вот как какие-то энергии жизненные ситуации обсуждали что-то я заработался многие ваши выпуски пропустила по факту кто и когда установил правило у меня была подруга 20 лет в браке из и сфингалов не отходила а он у нее лучшие любимые сколько мы ее спасали от этой твари бесполезно как бил так и бьет так пусть и варится в своем котле вы счастливы это главное это она про наш семью спасибо на хейтеров просто посрать счастлива но хорошо хорошо как скажет так вот аси еще пишет привет увеком с мужем в октябре квасили свою капусту такой вкусный получился аж сожрали до конца ноября жрали как не в себя потом в пятерке купила это нечто сопливое зальто уксом бе ася обещала что в этом году прямо вот будет всю осень квасить хорошую капусту она кстати вот посадила 30 кустов сидят а 30 мало надо 40 было сажать потому что опять сожрете все а там где-то были там типа мы неприлично едим ну блин но мы неприлично едим до заступилась за нас вот говорит что мы прилично едим да спасибо как можно так едим борщ грибы наши подписчица тоже девочка у нее тоже канал на дне есть я до прошлых выходных тоже не делала не делила не обсуждал никогда мигрантов но теперь я прямо зина видела ну там свои короче там тоже терки я не буду писать ну там семейничество такие терки вот все все будет хорошо все все разгребется любой васильева пишет а почему вы не подписаны я не вижу давайте подпишитесь на наш канал вы нас не потеряете потому что если не подписчик то канал потеряется в рекомендациях не будет его рыбу птицу и молодец уберут руками что переводится украинского вы с украины при этом большой означает рыбу птицу и молодец уберут руками есть руками отложите в сторону ношу вилку вперед при этом аппетита до большой минуса без без приборов есть руки жирные пахнут на это ерунда помыть и все капельку лимона на руку и уже ничего пахнут не будет да это рецепт всем известен вот как раз девочка говорит про автодолив как она делает в домашних условиях я уже говорил вот интересный вопрос инкогнито 4704 века здравствуйте скажите пожалуйста как вы ведете бюджет хотим с подругой снять жилье и не хотелось бы потерять дружбу из-за бытовых вопросов а вас опыт и такая идея во всем как вы оплачиваете коммунальные услуги покупку продуктов бытовой химии так далее инкогнито у нас несколько другие отношения но понимаете о чем я говорю и поэтому у нас все в один котел я не знаю как мы оплачиваем бытовую химию там все вот две зарплаты две карты деньги постоянно с одной карты на другую перекидываются у нас вот так вот я не знаю честно говоря куда чего уходит все общем котле мы не делим наш бюджет но я как человек более скажем так поднаторевший в быту в плане экономии все такое у меня как-то это все врожденное у меня есть счет счет копилка в т.б. есть такой есть такая функция копилка я туда скидываю все деньги оттуда потихоньку вынимаю мне каждый там капает проценты в месяц где-то накапывает рублей 250 процентов но это приятная такая мелочь а вы знаете вот рубль копейку бережет и на 250 рублей чем можно купить пол курицы нужно купить это приятно вот так что у нас как бы вот у нас общие расходы я вообще никогда вот сколько у меня было отношение никогда не делил деньги никогда не делил копейки считаю что на стяжательство прожигать жизнь нужно уметь считать деньги но не нужно крысить в семье вот я считаю что это вот прятать то и деньги это вот прям но это крысить я скажу это так да это мое личное мнение я никому не навязываю но если вы просто подруги просто подруги снимаете квартиру лучше ввести конечно раздельный бюджет потому что рано или поздно вы поругаетесь вот деньги это вот лучше не вести хотите потерять друга дайте долг значит маша крылова пишет шашлык в глобусе конечно бомбически всегда свеженький мы с киви берем но наверное да мы в глобус чего давно не ходили и там мы берем зайти где шашлыка не нравится в спаре они от хорошо мариную так евгений федосеев на курорте еда особое удовольствие часть отдыха супчик в разных вариациях это всегда обязательно до в крым еще едем почему потому что там вот как раз почему я передаю всегда пламенный привет ребятам которые живут на украине в них вкусная еда девчата многие люди повара они остались еще с этих времен когда украина была нероссийской да вот сейчас украина понимаете украина у девчат простите каламбур когда крыма территории крыма еще были скажем так на украине да сейчас крым россия но люди-то остались и вот повара остались еще с тех времен вот это вот украинские борщи ум отъешь вот ребят и мы с удовольствием ходим всякие кафешки даже не кафешки а столовки вот столовка это особый кладет это прям вот это вкусно мы даже вечером бывает ходили не в рестораны в кафешке в эти в столовке вкусно обожраться вкусно как крым это же это гастротур получается понимаете той море гастротуры и красиво так давайте посмотрим не старые но я даже не знаю какие что начну там еще и более старые какие-то комментарии в общем вот такие вот в принципе а роза ветров тоже очень очень хорошо и часто пишет девочка наша подписчица ну вот хорошие по поводу вот у нас была дискуссия по поводу гордости гордыни вот она хорошо пишет здравствуйте вика и марка мое мнение насчет гордыни и гордости такое она может конечно неправильно но я считаю так гордость это когда ты сделал что-то хорошее в реале и тогда ты можешь этим гордиться а если ты сделал что-то и думаешь я сделал лучше других это уже гордыня но это мое мнение в общем мы согласны да в общем отлично отличное мнение хорошее так был блок водители был блок мы ехали в машине что-то обсуждали и татьяна пишет не могу понять вы сестры или просто живете вместе что-то мужское есть водители имел с виду марика татьяна мы не сестры евгения федосеева я бы тоже взвесила все за и против может с возрастом стабильность важно жить в другом городе с любимым человеком за его счет наверное уже нет если есть работа свое жилье и нет родственников которые от тебя зависят дети родители то период не задумываясь этот комментарий было отнесено помните было было видео где я говорил что я смотрел сериал и там в общем люди взрослые которые любили очень любили друг друга не могли садись вместе потому что жили в разных городах там бизнес у одной было в одном городе а вторая просила ее переехать к ней и как второй значит у одного человека был у мужчины бизнес в городе а вторая же но как-то в общем женщина просила переехать ну съехаться короче там у женщины мам больно это ну такой цирил заболталась мысли бегут вперед и людмила из америки вот она пишет что как изменилась ли сеть ресторанов после замены названия на вкусные точно точка макдональдс вы знаете очень такая интересная тенденция когда значит только открылась вкусная . после какого-то перерыва до макдональдс я туда ломанулась попробовать тоже соскучилась по молочным коктейлям я вам скажу что в самом начале были бургеры отвратительные то есть они при вообще невкусная а вот сейчас спустя несколько месяцев до почти год вкусная . абсолютно адаптировались к еде к вкусовым вот я помню макдональдс прекрасно одно и то же в час прямо один в один и раньше мне казалось что вот картошка стала невкусной сейчас и картофель фри в общем то что я люблю макдональдс прямо вот один в все как макдональдс это название просто другое то то же самое что пишут девчата там на ю тубе по моему что бренды уходят из россии качество ухудшается там одежда или что-то девчат я этого не заметила вот сейчас у нас вернулись многие бренды под другими названиями и захожу в магазина уже с другим названием но предыдущий там там zara там еще что-то нас поменялось как были поставки турция китае то же самое вот вот один в один эти шмотки они сейчас и висят все то же самое просто поменялось название люди ушли от санкции и вернулись теми же магазинами с другими названиями ничего не поменялось все то же самое этот параллельный импорт все санкции в общем как это как знаете вот как сказать из-за параллельного импорта просто немножко цены стали выше но на жизни людей это в россии никак вообще не отразилось то есть кроме кроме ценовой политики которая стала выше нет никакого абсолютно дефицита то есть я вот я вижу что люди ездят на импортных машинах и те же запчасти просто чуть дороже все это доступно вот вот одна из причин почему мы хотим отечественную машину чтобы не тратить если на обслуживание если там какие-то запчасти вообще как бы не заморочен на пафосе даже если есть деньги мы купим то что будет служить долго и практично чем мы купим какую-то картинку но это это вот как бы вот для меня это очень важный пункт опять же сказывается вот это мои небогатое детство что все в доме должно быть рационально красота на самом плане хорошо если вещь красивая но еще более хорошо если она несет функционал свой на сто процентов но такие добрые хорошие комментарии но трещала на час такой долгий мукбанк если у вас есть время нас смотреть большое спасибо что смотрите подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии чисто блогерский этот загон последняя строчка да ой мои в моем блоге сегодня я одна ну потому что потому что отдыхаю от мальчик мальчик отдыхает от меня в родителей все кривая репортаж из каниваш девчата хорошего вам дня утра и это будет утреннее видео вот как сидим завтракаем и пусть у вас весь день будет солнечный как у меня погода за окном все пока увидимся и